У нас было две пачки 308-го, 48 самокрутов 338, пара пачек Ридмура, полкоробки девятки и горсть 7,62 на 54. Не то чтобы это был необходимый запас для поездки, но если уже начал собирать быка на полигон, то иди в своем увлечении до конца. Единственное опасение вызывал 50 BMG. Нет ничего более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек с 50 BMG в руках. Я знал, что рано или поздно мы таки перейдем и на эту дрянь. Всем привет, это Серж Марко и сегодня мы опять будем стрелять. В прошлый раз мы пытались пострелить плиты 4-го класса с остальной плитой, с калибров начиная от 224 до 338 и не преуспели в этом. Но мы люди целеустремленные, поэтому мы все-таки решили добить эти плиты при помощи 50-го калибра и я думаю, что мы их все-таки прострелим. Единственный вопрос состоит, на каком расстоянии эти плиты начнут все-таки держать 50-й калибр. Давайте проверим. И в простреле бронепластин нам поможет бушмайсер БА-50 и пуля Хорнадия АМАКС 750 Грейм. Сейчас мы сматываем две пластины 4-го класса. Одной шансов нет. Что-то говорить, а больше чем уверен, что там не слышно. А... Так, и что мы имеем? Мы поставили две плиты. Первая у нас была вот эта. Которую, как мы видим, попердолила. Я как-то его знаю, как оно было, не важно. Вот. И мы видим, что по сути пробитие есть, но... На грани фола. На грани фола. Мы поставили вторую плиту, которая находилась вот таким вот образом. Ну, почему-то мы думали, что 100% оно пробьет. И мне кажется, если бы второй плиты сзади не было, оно бы все-таки проломило ее. Но, так как сзади стояла вторая плита, мы видим вот новый приход, которым пришло и вывалило... Да, сюда, сюда, сюда. Сделало вот такую вот жмятину, то вторая плита остановила, по сути, ПАЕПРИПАС. Собственно, эта бутылка, 10-хитровая, которая была привязана, из нее вытекла вода, она лопнула. У меня как-то крышку вырезали. Не, она лопнута. То есть здесь вот пробой. Еще тут я вижу пробои. То есть она просто панально лопнулась, и ее вытекла вода. Стрельба по арбузу. Часть первая. Ой, бля! Как же больно по ушам. Я вижу красное. Так и должно быть? Ты, наверное, в человека попал просто. Ну, ты видишь, есть масштаб трагедии. Ух ты! А я такого еще не видел. А я видел. Я видел такое. Я говорю, что такое будет. 300 метров. Та. Ее... Попадание вниз было. Попадание было вниз. вывалился кусок и плита просто разлетелась собственно разлетелся и арбуз вот этот вот человек на 300 метров плита не держится и он Попадание 50 BMG Удар был визуально очень силен Бутылка улетела Смотри, как интересно Давление от удара просто заставило бутылку лопнуть Причем это место, там где была прикручена пластина Это было место, где была прикручена пластина То есть удар, который пришелся по сути Отнесло ее на добрых метрах 4-3 Вот, то есть как раз это место, которое вздулось По сути, при попадании Перенесло столько энергии в точку, что лопнула бутылка Итак, что мы имеем В первом случае мы поставили две плиты на 100 метров Мы были уверены, что пробьет Именно вторая плита не допустила полного пролома пулей Оставив мятину на второй плите То есть по сути на 100 метров даже мягкий 50-й калибр Спокойно пробивает плиту 4-го, самым плиту 4-го класса Также, если мы посмотрим 300 метров Плита 4-го класса банально разлетелась вместе с аркузом Она лопнула От нее отлетели фрагменты То есть на 300 метров все-таки она не удерживает И вот только на 500 метрах На 500 метрах 4-й класс все-таки удержал пулю Ну как удержал? Хозяину бы такого бронежилета, который принял такой удар Настолько сильно выгнувший такую стальную плиту Он скорее всего гарантированно погиб Но если мы говорим просто о том, выдержит или не выдержит бронеплита Попадание 50-го калибра на 500 метров То опасная зона пробития Она колеблется между 300-ми и 500 метров 500-й калибр уже не берет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...